МВД разъясняет дополнительные меры в сфере миграции с учетом смягчения ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. До 15 сентября 2020 года продлевается приостановление сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания, сроков, на которые иностранные граждане поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства, а также сроков действия свидетельств о временном убежище. Для иностранцев, выехавших из России до закрытия границ, имеющих разрешение на временное проживание, вид на жительство или свидетельство участника госпрограммы, не засчитывается период с 15 марта по 15 сентября текущего года в срок действия указанных документов. 16 июня для осуществления трудовой деятельности иностранным гражданам необходимо разрешение на работу или патент, соответствующий оплатой авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц. При этом иностранцы имеют право обращения с заявлением о выдаче разрешения на работу или патента, независимо от цели въезда. Работодатель или заказчик работ в течение трех дней после заключения с иностранцем трудового либо гражданского правового договора обязаны подать соответствующие уведомления в миграционные подразделения. В Адыгее госавтоинспекторы оперативно доставили в больницу ребенка, получившего поражение электрическим током. Подробности произошедшего выяснял корреспондент нашей программы Вадим Агарков. В адрес главы МВД по Адыгее Владимира Алай поступило благодарственное письмо. В нем житель города Майкопа Евгений Митрошкин выражает признательность сотрудникам Республиканской госавтоинспекции за проявленный оперативность и профессионализм в экстренной ситуации. 11 июня старший лейтенант полиции Руслан Стаж и лейтенант полиции Владимир Александров дежурили на въезде в город Майкоп. Работу инспекторов прервала остановка иномарки, из которой выбежал обеспокоенный мужчина. Попросив о помощи оказать ребенку, мы незамедлительно сели в патруль автомобиля, посадили мать с ребенком и, доложив дежурную часть, направились в медицинское учреждение, в детскую больницу. На счету была каждая секунда. Полицейские, быстро сориентировавшись, доложили о произошедшем дежурную часть. В данный период времени в городе был сильный транспортный поток, и затруднение движения было сложным. К нами были применены светопроблесковые маячки, громкоговорящие устройства и специальные сигналы. Что давало преимущество нам в движении незамедлительно отрастает ребенка. Оперативно передав мальчика в руки медикам и убедившись, что его здоровью ничего не угрожает, полицейские продолжили патрулировать улицы Майкопа. Спустя несколько дней госавтоинспекторы навестили семью Митрошкиных. Офицеры поинтересовались состоянием маленького Матвея и пообщались с родителями. Мальчик быстро идет на поправку и не стал упускать возможность по приглашению полицейских побыть в роли госавтоинспектора за рулем настоящего патрульного автомобиля. В адрес руководства республиканского МВД все чаще поступают благодарственные письма, в которых граждане выражают признательность сотрудникам ГИБДД за грамотные и профессиональные действия. За несколько дней до спасения маленького Матвея в Тахтамукайском районе госавтоинспекторы помогли оперативно добраться до больницы беременной женщине, у которой внезапно ухудшило самочувствие. Капитан полиции Азмет Зикох и старший лейтенант полиции Рустам Каде быстро оценили ситуацию и, несмотря на оживленное движение, оперативно сопроводили машину до места назначения. Будущий отец выразил слова искренней благодарности и признательности полицейским за оказанную помощь, отзывчивость и профессионализм. Вадим Агарков, Беслан Хуаджуков, Дмитрий Кучеров, Вести, дежурная часть. Коротко расскажем о некоторых мероприятиях и происшествиях. За неделю на дорогах Адыгеи зарегистрировано несколько серьезных аварий. 21 июня ночью на пересечении улиц Жуковского и Первомайской в Майкопе произошло ДТП с участием двух автомобилей ВАЗ. По предварительным данным, 22-летний майкопчанин выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с легковушкой под управлением 30-летнего жителя республиканского центра. Травму получили 5 человек – оба водителя и пассажиры. Все пострадавшие – жители Майкопа в возрасте от 22 до 30 лет. 14 июня около 15 часов произошло ДТП в станице Курджипской Майкопского района. Там 28-летний житель Майкопа, находясь за рулем ВАЗ-2107, не убедился в безопасности разворота и допустил столкновение с грузовиком «Урал». Съехав в обочину, грузовая машина повредила хозпостройку и задела стену частного дома. Жилище не повреждено, а вот водитель легковушки госпитализирован. По этим и другим фактам проводятся проверки. В июне на территории Адыгеи проводится второй этап операции МАК-2020. За неделю сотрудниками профильных подразделений районных отделов полиции выявлено около десятка наркопреступлений. В пригороде Майкопа оперативники задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконных операциях с запрещенными веществами. За аналогичные противоправные деяния в поле зрения полиции Майкопа попал и 42-летний житель Краснодарского края. При задержании у него изъят сверток с порошком, которым также оказалась наркотическая соль. Кроме этого, собраны материалы в отношении еще троих жителей Краснодарского края в возрасте от 29 до 35 лет. Повод изъятия наркотиков. Санкция части 1 статьи 228 Уголовного кодекса России предусматривает до трех лет лишения свободы. Напоминаем, что если в отношении вас совершено правонарушение, сообщите об этом в полицию по телефону 02 с мобильного 102. Звоните в наиболее короткий промежуток времени, ведь по горячим следам преступника найти легче. Назовите свои фамилию, имя, отчество и где находитесь. Обязательно дождитесь сотрудников полиции на месте происшествия. Как можно подробнее и точнее изложите все, что с вами произошло. В полиции Адыгея зарегистрирован ряд случаев, когда потеря бдительности при общении с незнакомцами стала причиной хищения денег. В одном из них аферисты использовали очень распространенную схему. С телефонов, номера которых схожи с корпоративными, начинаются на 8-495, мошенник позвонил 36-летнему жителю Майкопского района. Представившись лже-сотрудником банка, он сообщил о необходимости принять меры из-за подозрительных операций со счетом. Мужчина подался на уговоры и сделал все, как сказал собеседник. Итог, потерпевший лишился 190 тысяч рублей. Важно знать, что общаясь с жертвой, злоумышленники стараются постоянно находиться на связи, чтобы не дать возможности потерпевшим проконсультироваться с близкими и принять безусловно обдуманное решение. Еще об одной распространенной схеме, когда аферисты представляются лже-сотрудниками правоохранительных органов, в программе «Вести интервью» рассказал официальный представитель МВД Байзет Гамлешко. Поступает звонок якобы сына или какого-то ближайшего родственника задержали сотрудники правоохранительных органов. Обычно им говорят, либо это связано с наркотиками, либо это хулиганство, либо это ДТП, якобы он скрылся. Преступники предлагают потерпевшим им перечислить по 300 тысяч за решение данных вопросов. Чуть позже что выясняется? Выясняется, первое время тут же в течение полчаса якобы не могут дозвониться до сына или до кого-то, чтобы узнать на самом деле, что же с ним произошло. Потом, дозвонившись, понимают, что это был чистейший ВВД обман. Здесь совет простой. Тут же набрать дежурную часть полиции по месту жительства, тут же набрать либо участкового и спросить, задержан ли такой и на каком основании, и где он находится, и можно ли подъехать пообщаться со своим ближайшим родственником. Целью информирования жителей Адыгеи о деятельности республиканского МВД пресс-служба налажена взаимодействие с редакциями региональных, городских и районных печатных СМИ. Им ежедневно направляются сведения о значимых событиях, происходящих в республике. Далее подробнее о том, что было интересного за неделю. «90 лет легенде. Ветеран уголовного розыска. Служба длиною в жизнь». По такими заголовками и в СМИ, и на лентах информагентств выходили материалы, посвященные председателю Совета ветеранов республиканского МВД Азмету Хутызу, которому 5 июня исполнилось 90 лет. «И снова теряем бдительность. Изучаем схемы. Заботимся о безопасности. Слишком поздно поняла». Такие заголовки характеризовали материалы по проблемной теме – телефонное мошенничество. Однако таких фактов меньше не становится. За прошедшую неделю жители республики потеряли более 1 миллиона рублей. МВД впредь будет информировать через СМИ жителей и гостей региона о наиболее важных и заметных событиях в жизни ведомства.